Видновский рок-клуб проводит антинаркотические фестивали ежегодно. В минувшие выходные очередной концерт под лозунгом «Россия без наркотиков» отшумел на сцене районного центра культуры и досуга. Чтобы зарядиться любимой музыкой, нужно было лишь присоединиться к прямому эфиру. Первыми на сцену вышли артисты группы «Зеркало». Мы всегда волнуемся перед концертом, поэтому если вам артист скажет, что он не волнуется, это все ерунда. Не верьте ему. Все нормальные артисты волнуются, переживают, это нормальная реакция. «Зеркало» выступает в жанре фолк-рок. Артисты предпочитают легкую инструментальную музыку. За 17 лет существования группа не раз участвовала в крупных фестивалях, в эфирах «Радиокультура» и «Маяк». Музыканты, имеющие опыт работы в прямом эфире, умело разогревали зрителей. Не хватало зала, да, согласен. Как, вы смогли это компенсировать? Ну, наверное, постарался передать все в телевизор вам, друзья. Наполнили сцену альтернативным металлом музыканты московской группы «Пьяные души». Казалось бы, подобные названия с тематикой концерта не вяжутся, но артисты замечают, пьянит их исключительно рок и вдохновение. Алкоголь — это также наркотик, вызывает зависимость ужасную, жучайшую. Люди гибнут из-за этого, люди, когда они спиваются. Но это просто потеря жизни, поэтому мы против. За два часа в прямом эфире выступило четыре группы. Каждая играет в своем жанре, но даже будучи разными, все артисты выступают против употребления наркотиков. Рок-музыка — это прежде всего драйв, и люди получают от этого заряд эмоций. И мне кажется, это лучший допинг, который существует на нашей планете. Ведь музыка, она способна на все. Музыканты группы «Riding to the Paradise» — самые юные из участников концерта. Они фактически дети рок-клуба, ведь появились именно на его базе в 2017 году. Сегодня основной их репертуар — кавер-версии знаменитых песен. Но артисты начинают сочинять и свои композиции. К примеру, не люби музыку, на которую написал солист Михаил Бондарев. Завершился концерт мелодичным хэви-метал группы «Волчьи сотня». Их вдохновляющие тексты не могли оставить равнодушными. «Волчьи сотня» существует около 10 лет. Музыканты давно дружат с рок-клубом и поддерживают идею антинаркотического фестиваля. Чтобы не связаться с отравляющими веществами, нужно давать выход своим эмоциям, замечают артисты. Один из вариантов — музыка. У нас даже песня такая «Иди к мечте» мы исполняли, как раз о том, что когда вокруг всё плохо, ну, когда тебе кажется, что всё плохо, на самом деле нужно идти к своей цели. Всегда нужно идти к своей цели, к своей мечте, добиваться тех целей, которые вы поставили перед собой. Подобные концерты — символ того, что жизнь без психоактивных веществ по-настоящему насыщена и интересна. Музыканты находят радость в творческом процессе, а слушатели — в их композициях. За два часа концерта к прямой трансляции присоединилось более 70 тысяч человек. Александра Столярова, Наталья Чепурная, Сергей Ларин. Видное ТВ.